Водку придумал Менделеев. Этот миф на долгие годы крепко засел в сознании русского человека. В действительности огненная вода появилась намного раньше. В нашей стране вокруг этого напитка сформировалась целая культура. Появился даже соответствующий праздник – 31 января, день русской водки. Впрочем, у хозяйки праздника есть смертельно опасный двойник – контрафактный алкоголь. Ежегодно в России от его употребления умирают сотни человек. Проверить качество горячительного можно в лабораториях ИГХТУ. Мы принесли свой образец для анализа. Здесь наша исследуемая жидкость, она нагревается, пары проходят сюда в холодильник, конденсируются и попадают в колбу-приемник. В этой колбе мы получаем уже водку, которая идет на исследование непосредственно. На ротационном испарителе из магазинной водки удаляются всевозможные примеси. В итоге получают совершенно чистый продукт – воду и спирт. В качественном алкоголе, на котором есть акцизная марка и произведен он по всем правилам, нет смертельных ядов, чего не скажешь о суррогате. Те водки, которые могут быть поддельные, контрафактные, они могут снижать альдегиды какие-то, сложные эфиры, сивушные масла. И самым опасным является метиловый спирт. Нейтрализовать действие метилового спирта можно с помощью этилового. В противном случае результат от употребления подделки непредсказуем. От потери зрения до летального исхода. В соседней лаборатории проводят более глубокие исследования. С помощью газового хроматографа можно выяснить, соответствует ли образец нормам ГОСТ. Газовый хроматограф – это прибор, который позволяет разложить водку на составляющие ее компоненты, включая и токсичные микропримеси, и вывести результаты, определить их, и вывести результаты на компьютер в виде хроматограммы. С нашим образцом все в порядке. Конечно, рядовой потребитель каждую бутылку на анализ не понесет. А вот обезопасить себя от подделки может, приобретая алкоголь только в крупных или специализированных магазинах и всегда обращая внимание на акцизную марку. Однако и лицензионная водка наносит организму немалый вред. Об этом неустанно предупреждает Минздрав. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.